МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пишут, 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 пишут на радость всем нам, самарцам, и не только. И порой такие произведения, которые становятся весьма популярными и даже номинируются на какие-то премии или, может, входят в шорт-листы каких-нибудь тоже неплохих премий. Я думаю, сегодня мы будем знакомиться, а если вы еще не знакомы, будем представлять вам наших сегодняшних гостей. Также у нас литературный вопрос сегодня для тех, кто хочет получить билеты на спектакль в Киновертикаль. Это билет в кино, удивительный спектакль под названием «Родители». Состоится он 10 декабря, уже завтра. Можно нарядиться, как в театр, и атмосфера соответствующая. Также у нас сегодня разыгрываются пригласительные билеты на шоу Майкла Джексона. Ну, не самого, естественно, а что-то вот двойники, пародии. Но, тем не менее, шоу обещают быть грандиозное. Будет оно в АДО 11 декабря. Дерзайте, друзья. Сегодня у нас читальный зал, ознакомимся и с большим удовольствием ждем ваших вопросов, потому что когда еще в режиме реального времени можно встретить в прямом эфире телеканала настоящих самарских писателей или писательницу, такую, как, например, наша первая гостья Галина Михайлова. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Та самая девушка, которая всегда яркая, всегда позитивная, всегда участвует в каких-то мероприятиях интересных и пишет провокационные книги, о которых говорят, как оказалось. Ну, вот год прошел, да, какой-то такой интересный, литературно-насыщенный. Как, подводя итоги, можно что-то такого про себя хорошего сказать? Год действительно был очень насыщенным. Начался он с того, что издана была моя книга «Сладкоголик». И за этот год очень много было продано книг, очень много получено отзывов, также написаны рецензии на эту книгу. И мне очень приятно, что действительно люди находят в книгах моих что-то такое, что меняет их жизнь, что меняет их мировоззрение, заставляет по-другому взглянуть на вещи. Также была издана вторая моя книга «Алина, хочу ребенка» она называется. И была большая презентация «Сладкоголика». Также сейчас я выступаю со своими рассказами. Ты прям зачитываешь, читаешь что-то? Да, я читаю. То есть у нас такая, получается, творческая встреча, как, знаете, читали у нас Тургенев, Толстой. У нас такая студия, я читаю свои книги, и у меня сейчас появилась замечательная подруга, напарница, коллега. Это Екатерина Зубкова, которая рисует песочную анимацию. То есть она иллюстрирует мои рассказы и создает в режиме реального времени такие иллюстрации. Очень красиво и всем очень нравится. Но поскольку рассказы мои, они такие трогают души, поэтому получаются потрясающие впечатления. И сейчас можно небольшой анонс? Давай, конечно, я прям заслушалась рассказывать. Хотелось бы всех пригласить на нашу сказку, которая пройдет 17 января в ДК «Победа». Екатерина Зубкова будет иллюстрировать ее. Также у нас будет живой оркестр детский инструментальный на сцене и маленький выступающий, три человека там будет. Ты будешь читать рассказы? Я буду читать сказку. Сказку? А уже известно, какую? Да, сказка называется «Буси». И в ближайшем будущем можно будет прослушать аудиоверсию на моей странице или на моем паблике ВКонтакте. У меня вопрос. Вот Галина Михайлова, писательница, да? Какой-то статус ты чувствуешь за этими словами? Ответственность за каждое слово, которое ты говоришь или пишешь? За социальные сети, в которых так или иначе что-то публикуешь? Есть какая-то такая ответственность? Ответственность есть, и долгое время я не называла себя писателем, хотя написано уже много, много неизданного лежит, уже копится в стопочках. Почему? Потому что для меня писатель — это не просто человек, который что-то написал и издал, возможно. Есть деньги, сейчас можно что угодно издать. Можно пустую книжку с одной фотографией издать, мне кажется. Совершенно верно. Писатель, он должен менять все-таки мировоззрение людей, он должен влиять на людей, он должен вот эту вот связь с человеком всегда чувствовать. Она очень тонкая, и здесь большая ответственность у писателя, конечно же. Потому что человек, который читает книги, он ожидает, да, что-то получить. Он трепетно относится к этим книгам, да, когда берет их в руки, когда открывает первую страницу. И поэтому все-таки задача писателя — это создавать действительно такие произведения, которые будут важны. Ну вот таким вот очень хорошим спичем Галина подвела у нас такой момент настал. Я как раз-таки хотела спросить сама, ты какие-то книги читаешь? В этом году прочитала? Честно скажу, в последнее время я читаю очень-очень мало, потому что у меня сейчас очень много работы. Я пишу исторический роман про Александра Золотухина. Вот это замахнулось. Об этом мы расскажем чуть позже. Пока хочу посмотреть, и вам предложить посмотреть такой интересный опрос на улице города. Вообще, сколько же книг горожане прочитали в этом году? Ну, интересный подсчет. Потом вернемся в студию. Напомню, телефон 202-11-22. Сразу после опроса будем задавать наш вопрос, который вам принесет пригласительные билеты в Кино Вертикаль. В этом году ни одной книги не прочитали. На газеты, журналы. На газеты, журналы, да. Потому что книги читать нам будет тяжело, зрение плохое. Только головная боль начинается. Новых, наверное, не очень много, если только Веллер. Легенда Арбата. Да, из всех запомнишь, наверное, это самое. Очень много, очень много. Я очень люблю читать. У меня большая библиотека. И сейчас я все читаю подряд, потому что у меня есть свободное время. Прочитала книжек штук пять. Больше запомнилась всего Фауст Гёта. Сильная книжка. Я не знаю, но мало прочитал. В основном только учебники читаю. Книжек, к сожалению, не читаем. Сейчас в наше время книги заменяет интернет. Так что, хотя Архипелаг ГУЛАГ я прочитал в прошлом году. Довольно интересная книга. Книжек я в основном читаю о художниках. Я покупаю, вот был цикл целый художник, там 30 томов было. Я их потихонечку все перечитываю. И даже по несколько раз. Вот сейчас была выставка Караваджо в Москве. Она у меня есть, я его прочитал. Я его знаю в биографии сейчас, как дважды два. Вот это самое главное. К сожалению, мало читаю. Да не знаю, настроение такое. Раньше читала много, сейчас меньше. Ну, наверное, две или три. Максимум. Книжек мы читаем мало, газет, они все, новости. За этот я прочитала Булгакова «Белую гвардию». Все, больше не читала, основном журналы глянцевые. Сейчас интернет, а не книги, поэтому больше молодежь интернета, а вот поколение, например, моих родителей, конечно же, за книги. Я не пытаюсь к этому приучить, но бесполезно. За последние четыре месяца я прочитала штук 7-8 книжек, но, если честно, они были специфические. То есть не художественные. А вообще любимый Лукьяненко «Дозоры». Продолжаем эфир. 202-11-22, телефон наш. Звоните, друзья. Сейчас будет задан вопрос. Озвучиваю. Какому писателю, как вы считаете, принадлежит автобиография вот с таким названием? «Сказка моей жизни». Если вы знаете, звоните. 202-11-22, получите пригласительный билет на экранизацию спектакля «Родители». 10 декабря. Кино «Вертикаль». Но мы общаемся здесь, в нашей сегодняшней литературной гостиной, в нашем читальном зале с самарскими писателями. И я хочу, наверное, попросить Галью рассказать вообще, кто твоя аудитория? Вот люди, какие отзывы оставляют о книгах? Мужчины и женщины? Вот что, может быть, самое невероятное тебе приходило слышать в адрес своих произведений, так скажем? Самое интересное, то, что несмотря на тот факт, что вроде бы книги женские читают их и мужчины тоже, и достаточно активно, и поступают от них такие отзывы, порой фантастические. Например, один мужчина мне сказал, что он книгу «Сладкоголик» перечитывал четыре раза. Четыре раза? Четыре раза он перечитывал книгу. Видимо, он перечитывал и каждый раз что-то новое для себя открывал. И очень интересно, когда люди говорят о том, что они перечитывают мою книгу. Тоже вот одна девушка сказала, что она второй раз перечитала книгу «Алина, хочу ребенка», и второй раз она уже какой-то другой смысл для себя открыла. Я считаю, что это, в общем-то, гарантия, наверное, того, что я пишу не зря, потому что, наверное, это признак, что человек думает, да, в момент того, когда он читает. Ну, хотелось бы верить в это, по крайней мере, что люди думают хотя бы, но иногда еще, когда и читают. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Наталья. Наталья, очень приятно. Давайте теперь вам коварный, каверзный вопрос. Сколько же книг прочитали вы в этом году? К сожалению, вообще нисколько. Это ползор, конечно. Как так случилось? Вот я тоже, мне дарили книги. Я так периодически начну, могу параллельно две читать. Но вот очень сложно сейчас в таком режиме совмещать. Обещаете нам, что начнете хотя бы на январских праздниках? А есть какая-нибудь, может быть, книга, произведение, которую хочется прочитать? Может быть, вам рекомендовали, а вы все никак не соберетесь? А вы струбняйся. Понятно. Провокационные вопросы задаю. Но, тем не менее, уж надеюсь, вы ответите нам на вопрос, который сегодня мы задаем зрителям. Что же, как же называлась автобиография? Точнее, кто автор автобиографии «Сказка моей жизни»? Я думаю, это грант «Христанан». Правильно думаете. Это правильный ответ. Отправляйтесь в кино и наслаждайтесь хотя бы кино. А уж книги, надеюсь, начнете читать. Это очень здорово. Ну и, конечно, если у вас, дорогие друзья, есть какие-то вопросы к нашим гостям, если, может быть, вы хотите высказаться по теме, сколько же вы книг прочитали, каких, может быть, что-то порекомендовать всем-всем-всем. Впереди 10 дней праздников. Не только же гулять и веселиться. Можно как-то и обогащаться духовно с помощью книг. Может быть, что-то нам порекомендуете. Будем рады. Вашим рекомендациям звоните. Что за исторический роман? Вот это я прям вообще неожиданна. Тут вот какие-то такие иронические какие-то произведения, а тут бах и исторический роман. Как? Как так получилось? Все случайно, на самом деле. Я верю в то, что какая-то звезда меня, наверное, ведет этим путем, потому что никогда не было так, что я села и решила, я хочу быть писателем, сейчас я что-то начну придумывать. Прямо сейчас? Вот открой форточку и начну. Нет, получилось так, что подруга познакомила меня с Александром Тимофеевичем Золотухиным. Это потрясающий человек, я его очень сильно люблю. Это режиссер, он преподает сейчас в Институте культуры. 30 лет назад, ну 29 лет назад, у нас было 400-летие Самары и на Волге. Было грандиозное представление. Называлось оно «Огни истории». Весь город собрался на набережной. Были установлены баржи непосредственно на Волге. 1138 участников были задействованы. Вот уже человек копает, узнает все. Уже я вся в этой теме, потому что начиналось все, мы пообщались, я не знала точно, как это будет, что из этого получится. И чем больше я встречалась с Александром Тимофеевичем, тем больше я в него влюблялась. То есть 74 года ему, я звоню, он говорит, я на фитнесе. Сейчас я схожу на фитнес, потом пойду преподавать, и мы встретимся, пообщаемся. То есть это потрясающий человек, насколько он интересно рассказывает. Сейчас мы пишем, я пишу про него книгу, встречаюсь с людьми, с очевидцами, мы делаем серию интервью. Я надеюсь, что в этом году у нас будет 430 лет в Самаре, и нам удастся что-то на Волге подобное, может быть... Повторить. Да, повторить. То есть мы ведем переговоры уже с администрацией, потому что то представление, которое было его, сравнить ни с чем невозможно. Но у нас, к сожалению, утеряна видеохроника, да, и мы не можем сейчас посмотреть. А сейчас, когда у всех айфоны, какие-то гаджеты, можно, конечно, это... Запечатлеть. Запечатлеть, да. Конечно. А получается, то есть это будет автобиографическая какая-то тоже книга, или это будет прям художественное произведение? Это будет биография, да, про Александра Тимофеевича Золотухина. Изначально он хотел рассказать о празднике, но когда я с ним познакомилась поближе, то я дальше праздника пошла, потому что мне хочется рассказать о том, какой этот человек, какой жизнью он жил, да, как он дошел до этого. И чем он меня поразил просто? Тем, что он не считает себя каким-то выдающимся человеком. Он говорит, я просто делаю свою работу, как грузчик, как строитель. И он против того, чтобы было такое отношение к писателям, к режиссерам, как к какому-то идолу, да, который воздвигается. Погема это называется. Вот, он считает себя обычным человеком. Вот про такого обычного, потрясающего, замечательного человека я сейчас пишу книгу. Это единственное, чем ты занимаешься именно в литературном творчестве? Или думаешь уже, накидываешь что-то там параллельно? Какие-то, может быть, еще интересные моменты? Интересные моменты. У меня есть пьеса, которую я тоже поставлю на сцене. Называется она «Баклажан». Неожиданно. У всех свои ассоциации, так? Почему «Баклажан»? Да, несмотря на такое гастрономическое название, там поднимаются очень серьезные вещи. Началось все с фестиваля Онищенко. Фестиваль Михаила Онищенко. Мы о нем тоже рассказывали вам, дорогие зрители. Молодые литераторы со всей России приезжали. И один парень мне сказал о том, что вот твоя героиня, это женщина с красной помадой, она стоит у запотевшего окна и водит рукой по нему, курит. Вот такая вот, ну, штамп, грубо говоря. И когда я приехала домой после этого фестиваля... Расстроилась? Нет. Не расстроилась? Меня вдохновили его слова. И он говорит, дай в руку ей хотя бы баклажан. Так вот, в этом «Баклажане» в своей пьесе я даю ей в руку баклажан. Но несмотря на то, что там присутствует какой-то юмор, он такой, как смех сквозь слезы, наверное, как у Гоголя. Потому что там поднимается как раз проблема потери интереса к чтению, к книгам. И вот об этом. Пока еще не завершила. Уже завершила. Ну, уже мы готовим его в начале января, я думаю, поставим. То есть у тебя январь такое насыщенное получается? У меня все месяцы насыщенные. И когда мне мама говорит, Галя, тебе нужно отдохнуть, я говорю, хорошо, я сейчас завершу все свои проекты и отдохну. Скорее всего, это будет 2028 год. Ну, хотя бы к чемпионату мира надо немножко сил поднабраться. Вдруг найдешь каких-нибудь еще интересных героев. Ну, а вот творческие встречи с тобой, они продолжаются? Какие-то ближайшие, кроме того, что вы сказкой будете читать? В этом году уже ничего не будет такого? У нас есть несколько предложений. Это кафе, это какие-то такие площадки, где люди совершенно на каких-то таких безвозмездных условиях приглашают нас для того, чтобы мы порадовали своим творчеством посетителей. Мы всегда за, потому что действительно сейчас очень мало человек читают. Но когда они знакомятся со мной, как с писателем, у них иногда просыпается интерес, они покупают книги, и потом начинают мне писать какие-то отзывы, и даже говорят о том, что их это побуждает еще, еще, еще читать. О, как хорошо. Да, то есть они немножко возвращаются к такой... Свою светлую миссию Галя выполняет на пятерочку, я надеюсь, и будет продолжать в том же духе. Ну вот, друзья мои, если вы не были знакомы еще с молодой, талантливой, и, как там мы говорили, скандально известной, Галиной Михайловой, собственно, почему нет? Надо же какой-то создавать орел или интригу, то, надеюсь, вам было приятно познакомиться с ней, что-то интересное вам рассказали. Но впереди у нас тоже знакомство с ними, неинтересным литератором, писателем, человеком, который тоже глубоко, ой, как глубоко копает, и что он накопал, и о чем он пишет. Я думаю, с большим удовольствием расскажем уже через несколько минут. Пока же хочется вас всех порадовать, всех любителей литературы, любителей сказок и персонажей. Буратино наш, дорогой, вернулся на свое место. Как это было, давайте узнаем в нашем следующем сюжете. Буратино вернулся. 300-килограммовый мальчик из бронзы снова радует прохожих своей улыбкой, но теперь крепко стоит на ногах. Основанию скульптуры укрепили четырьмя толстыми болтами вместо одного тонкого. А болты прилично вот какие. Сколько, 20-25 длиной. Ширина, то есть толщина очень симпатичная. С палец. Так что их снять бесполезно. Две недели назад скульптору Степану Корсляну сообщили, Буратино нашли сломанным на улице. Кто-то неудачно сделал селфи. Вся фигура сильно не пострадала. Был сломан золотой ключик. Но браться за его восстановление согласилась лишь одна мастерская. Ключик внутри пустой, потому здесь нужна особая сварка. После ремонта скульптор подретушировал место слома, и ключик снова как новенький. После восстановительных процедур Буратино похорошел и посвежел. Мастера его затонировали, поэтому он не такой сияющий. Но это ненадолго. Скоро самарцы снова начистят до блеска и руку Буратино, и его нос. Ну что, друзья, продолжается наш сегодняшний такой литературный выпуск программы «Универсальный формат». Телефон прямого эфира 202-11-22. Музыкальных фанатов качественной поп-музыки сейчас приглашаю примкнуть к экранам, не знаю, вспомнить былое. И если вы действительно дышите, живете и очень любите Майкла Джексона, то сходить на это шоу, которое состоится в АДО 11 декабря, просто обязано. Итак, мой вопрос для знатоков и ценителей. Буквально даю вам несколько минут. Никуда не подглядывайте, позвоните прямо сейчас. В каком году на церемонии вручения премии Грэмми Майкл Джексон был удостоен сразу восьми наград? И несколько вариантов ответов. Если вы знаете, какой правильный, звоните. Ну а мы с большим удовольствием будем сейчас знакомиться с еще одним самарским молодым писателем. Я уже сказала, что человек далеко, копает глубоко. И действительно, один самарский портал, не будем говорить, какой я назвал его, Собирателем городских легенд, как это действительно сочетается с ним и с его творчеством, будем сейчас узнавать. У нас с нами здесь в студии Андрей Олих. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, ну вот узнала, что в ваше произведение «Без имян лак» вы попали в шорт-лист независимой литературной премии «Дебют». Да. Это известие как-то так застало врасплох, огорошило? Ну, конечно, да. Я не ожидал такого внимания. Мы прошли с еще одним самарцем Дмитрием Ахмершиным. Правда, мы в разных номинациях. Я в крупной прозе, а он в детской прозе в этом году участвует. Он уже был в шорт-листе до этого, в 2013 году, если не ошибаюсь. А сейчас вот он с детскими прозе в день им использует. И мы оказались оба в лонг-листе сначала, а потом нас разнесли по разным номинациям, и теперь мы оба в шорт-листе, и вот буквально через несколько дней поедем в Москву на торжественное вручение, где узнаем, собственно, победили мы или нет. А что дает это самое нахождение в этом шорт-листе? Ну, в общем-то, это, наверное, какое-то признание профессионалов, там профессиональный жюри сидит, они выбирают, собственно, номинантов на шорт-лист. Я так понимаю, что это признание литераторов. Ну, и кроме того, это шанс, ну, окрыляет шанс, возможность выиграть премию, дебют. Это контракт издательский, насколько я знаю. Серьезно? То есть такой хороший приз весомый получается? Ну, на сайте написано, что это издательский контракт на миллион рублей. Ого! Ой, как хорошо, Андрей. Ну, мы искренне, конечно, желаем победы и вам, и Дмитрию. Но, тем не менее, хочу сейчас принять телефонный звонок. Надеюсь, к нам дозвонился читающий наш зритель. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Елена. Елена, очень приятно. Давайте отвечайте на наш каверзный вопрос сегодня. Сколько же книг вы прочитали в этом году? Я прочитала, ну, три вот на памяти, на моей. Ну, это вы хорошо читаете, вы молодец. Просто выяснилось, что у нас самартисты не особо читают. Я так понимаю, любите Майкла Джексона? Очень люблю, я поклонница. Каким по счету был ребенок в семье Майкла Джексона, знаете? Ой, по-моему, восьмым. Нет, седьмым. Седьмым из девяти. Ну, ладно. Я хочу сказать, что седьмым или восьмым. Это был контрольно-проверяющий вопрос. Вы молодец. Но, тем не менее, у нас сегодня звучит вопрос по поводу премии Грэмми. В каком же году Майкл Джексон... В 1984 год. ...даже не успел договорить. Вы молодец. Действительно, достойный победы. Спасибо. Забирайте ваш приз и отдыхайте на этом концерте. Андрей, ну, немножечко хочу, чтобы вы рассказали о себе. Чем занимаетесь, чем увлекаетесь, и как вот решились на такое произведение с таким весьма названием таким, завораживающим. Ну, собственно, я работаю, как все остальные люди. Я работаю на нескольких сайтах. Образование есть какое-то такое? Историческое, филологическое? Ну, да, я историк по образованию. Но, собственно, по образованию я не работаю. Я никогда не работал. И вряд ли буду это делать. Ну, собственно, несмотря на то, что у меня историческое произведение, я не могу себя назвать таким уж историком. Это, скорее, просто хобби, увлечение, чем специализация какая-то. Просто мне это интересно. И, собственно, я начинал писать веселых, смешных рассказов. Но как-то так получилось, что я наткнулся на информацию о безымянной лаге очень давно, много-много лет назад. И меня заинтересовало это. И не оставляло, так понимаете. И не оставляло, действительно, не оставляло, пока я не нашел книжку архивных документов. Ее издали историки педагогического университета, Тахарченко-Репенецкий. Я, к сожалению, с ним не знаком. Но это целый сборник. Они проделали огромную работу в архивах, по всем архивам. Они прошли. Это книга с более чем 500 архивных документов о безымянной лаге. И, собственно, вот на основе этого, на основе этих документов я и написал свой роман. Там совершенно вымышленный сюжет. Ну, детективный. Но все факты являются правдой. И как долго вы писали его? Я долго готовился к написанию. То есть придумывал сюжет, составлял, искал факты, использовал, почитал очень много воспоминаний заключенных лагерей. На Сахарове есть, в Центре Сахарова такой сайт. Масса заключенных. Вы не встречались ни с кем, не общались? Нет. Да я боюсь уже, наверное, мало кто остался с тех времен, с 40-х годов, кто пережил это. Хотя они иногда долго живут после этого, как, например, Солженицын. Ну, естественно, да. И, собственно, лагерную прозу. Ну, это, разумеется. Традиция лагерной прозы Солженицына, Шаламова. Люди, через которые это прошли. Ну, суть в том, что, естественно, я нисколько не могу умолять ни Солженицына, ни Шаламова. Люди это все пережили, но они были лишь одной стороной этой лагерной жизни. А ведь это охватывало не только заключенных, но также и вохоров, работников НКВД, огромное количество обслуживающих персоналов. Вот, например, наш Безымян Лаг знаменит тем, что это был один из самых крупных лагерей в 41-м году. На какой-то момент самый крупный. Здесь находилось 100 тысяч заключенных. Но его уникальность заключается в том, что ни один другой лагерь так близко не соседствовал с городом. И кроме заключенных 100 тысяч, там находилось еще огромное количество простых людей, простых рабочих и специалистов, инженеров, строителей. Ну, тех, о которых обычно не говорят. Да, да. И так получилось, что этот лагерь, он объединил не только заключенных, но и целый город, в общем, в большом счете. Так и было, да. И в этом его уникальность. То есть это, может быть, не самые эти, красивые страницы истории, но, тем не менее, важные и определяющие для нашего города, более того. Да, мне кажется, еще, во-первых, не все знают, что это находилось рядом с нашим городом. Начнем с этого. Ну, в действительности, это так. По традиции советской истории это не афишировалось. Это называлось трудовой подвиг народа. Но на самом деле трудовой подвиг народа имеет место. То есть неважно, так или иначе, люди бы сделали это и построили. Может быть, не совсем добровольно, но трудовой подвиг имел место быть. А был такой момент, когда откладывалось это все, закрывалось, не хочу, не буду, но потом возвращалось? Ну, на самом деле, чтобы сильно не кокетничать, ничего хорошего в этом нету. То есть приятно заниматься такими вещами долго. Ну, естественно, отстаешь. Погружаться в этот, в мрачный мир. Ну, нет. Я писал, собственно, роман, написание занял год. И весь год я работал вот над этим романом. Если есть возможность, я бы хотел проанонсировать. И я в процессе написания «Безымян Лага» понял, что эта история – это нечто большее. И, собственно, когда-нибудь напишу трилогию «Безымянскую». Сейчас я работаю на второй книге. Она будет на 75-м, в 75-м году происходить. Также на «Безымянке». И хотя герои будут совершенно другие, истории тоже совершенные. Но они как-то связаны? Ну, они связаны, собственно, географически «Безымянкой», некоторыми, собственно, вопросами глобальными. Ну, история так или иначе. Да, и 75-й год – это «Фураги». Это для нашего города тоже знаковое явление. И третья часть будет когда-нибудь написана, собственно, о 90-х. Я выбираю специально такие времена, они ведь непростые. Непростые, но показательные. Ну, и вот когда он написался, этот самый роман, кому отдали почитать первому? Был ли кто-то такой? Ну, конечно, я дал почитать своей маме, разумеется. Что мама сказала, серьезно? Мама не одобрила, так сказать. И ей не нравится, ну, ей не нравилось, что я так сильно погружаюсь в этот мрак. Ну, о слишком мрачных вещах я пишу. То есть у нее сложилось такое впечатление, не вот что она там прочитала, какой-то детектив иронический, да? Как бы понятно, что это не то. Там действительно детективный сюжет, но… Но не иронический далеко. Ну, естественно. Ну, смеяться там, собственно, не на чем. Это, кстати, самая большая проблема была для меня при написании. Я привык, ну, если нелегкий, то юмор какой-то, чтобы присутствовал в моей просьбе. То есть, да, а здесь, собственно, это совершенно неуместно, это первое. Да и, собственно, когда погружаешься в это, понимаешь, что шутить там тоже особо не на чем. У меня такой вопрос, вот обывательски снилось что-нибудь такое? Да нет, пожалуй, нет. Было странное ощущение в одном написании. Я перестал видеть безымянку, то, как я привык ее видеть. Это, собственно, одна, наверное, с целью, которую я хотел бы вызвать у читателей. То есть, ты живешь в каком-то определенном месте, привык к нему, ходишь, эти дома, они везде примелькались. Но если ты узнаешь историю, ты начинаешь иначе смотреть на эти вещи. А вот это, вот это, а вот это, вот это. Да, здесь находится это, да, и в какой-то момент я так сильно погрузился в материал, что просто видел на этом месте другое и как-то перестал по-другому. Я стал по-другому воспринимать, очень знакомые места. Я же прожил там всю жизнь и сейчас живу. Собственно, как бы все примелькался, и раз ракурс меняется, и ты видишь все по-новому. Это достаточно любопытно. Да, хорошо, мама прочитала, потом кто читал. Ну, если говорить уже, может быть, из критикующих таких, объективных. Друзья и потом, собственно, публика. Где был выложен? Я выложил, любой человек может бесплатно совершенно скачать его или прочитать в сети, на самоиздате, или у меня есть, друзья мне сделали сайт личный, там тоже можно скачать в этом. То есть совершенно бесплатно, просто в поисковике, видите, без мянлак, и скачаете книгу и прочитаете ее. Отзывы. Это не самое легкое чтиво, но интересно. Да, вот по поводу нелегкого чтиво. Ну, я все-таки считаю, что литература должна быть интересной, это мое кредо писательское. И поэтому, собственно, поэтому и нужен детективный сюжет. То есть книга должна увлекать читателя, рассказывать ему не только рассказывать что-то, но и просто развлекать, как интересное чтение, как хорошо проведенное время. Ну, а вот такой вопрос. Вот эти документы, которые собирали преподаватели педагогического университета, что там, письма, дневники какие-то, еще... Нет, на самом деле там совершенно официальные документы, да, там разбито все на подразделы, там множество, я, собственно, это не нужно, ну, громоздкая информация очень. Там множество отделов, это очень сложная структура, без мянлак, как любой лагерин КВД. Естественно. Там куча всяких отделов, очень сложная система взаимоотношений. Много времени ушло на это? У них? Нет, у вас на освоение этой информации. Ну, я постоянно возвращался к ней, перечитывал. Это сухие цифры, сухие документы. В этом, собственно, смысл романа. Все, кто хочет узнать о безымянной лаге исторически, они, им лучше обратиться, конечно, к книге историков Захарченко-Репенецкого. Но это 500 страниц голых документов. Это статистика, это донесения начальников отделов, это штабные какие-то вещи, переписка с Москвой. Исторические ценные вещи. Это исторические ценные вещи, но из них, собственно, чем отличается наука от искусства? Из них не вырисовывается какой-то общей картины. А я, как художник, не претендую на историческую достоверность, хотя хотел бы надеяться, что мой труд исторически верен. Я старался, чтобы он был таковым. Но, тем не менее, суть моего романа в том, чтобы описать именно атмосферу. Как жили люди, что они чувствовали, каково это было пройти через это. Вот, собственно, что я хотел донести до читателя. И документы не могут передать этого, а литература может. Собственно, я не сравниваю, разумеется, себя, но мы же знаем про, допустим, войну 1812 года. Все, многие представляют по войне и миру Льва Толстого. Хотя он на ней никогда не был. Он родился гораздо позже. Но, тем не менее, это та правда, которая больше правды. Это... Удобная, наверное, правда, в большей части. Нет, она совсем неудобная, на самом деле. Неудобная? Ну, так для большинства. Это... Да, общее представление. Я про войну и мир имею в виду. А, для войны и мир, конечно, это отличное произведение. Ну, к тому, чтобы люди прочитали и как будто бы, да, побывали на каких-то местах, сражениях. Когда ты описываешь не сухими фактами, а именно, собственно, через жизни людей, через живые диалоги, воспринимается совершенно иначе это все, чем сухой учебник истории. Каждый может пропустить это через себя, понять и сказать, да, так оно и было, наверное. А историки какие-нибудь, которые работают, изучают это что-то, были в числе читателей и комментирующих какие-то были отзывы? Ну, среди моих знакомых очень много. На самом деле, нет. Не, я уверен, что историки меня читали, наверное. Виды не подали. Но, собственно, критических, да, критических замечаний нет. И ответ совершенно прост. Эта тема мало кому известна. Ну, кроме, собственно, вот Захарченко и Пенецкого, еще несколько специалистов, которые занимаются именно лагерями. Тема не особо изученная, не особо популярная. И просто нет, это не такой широко известный факт, чтобы каждый мог высказать свою точку зрения и сказать, здесь вот было не то, здесь неправильно. То есть это такая ниша историческая. Историческая наука, это тоже, там есть свои эти. То есть, мне кажется, просто мало кто знаком с этим, поэтому не подвергает меня острые критики. Если бы я взял какой-то другой... Пласт истории. Да, вот, если 75-й год, которым я сейчас спешу, вот это как раз то, чтобы подвергаться критике. Поближе, да, мне кажется. Каждый помнит, у каждого своя история, каждый помнит это время, кто там жил. Тем более у нас в городе регулярно какие-то такие мероприятия проходят. Да, и здесь, конечно же, естественно, моя точка зрения не совпадет, разумеется. У меня своя история, у каждого человека, который пережил своя история. И, естественно, я разговаривал со многими людьми, расспрашивал о времени фураг. Собственно, с фурагами разговаривал, с бывшими. И каждый из них рассказывает свои истории. То есть, никакой, никаких общих показаний у них нет. Не сходится. Не сходится, на самом деле. Не сходится. Одни говорят одно, другие другое. Хотя они, собственно, участники событий. Ну да. И тому можно верить и тому. Очевидцы. Очевидцы, да. И тут как бы, да, свести это все так, чтобы... Да, и с недавней историей гораздо более это. С недавней историей или с популярными моментами истории. 90-е, так вообще там ого-го. Да, 90-е помнят вообще все. И поэтому, собственно, я и хочу отложить это попозже, чтобы это как бы улеглось немного в памяти. Всегда легче работать с тем, что улеглось. Что полежало немножко уже. А был такой момент, вот мой, наверное, уже последний вопрос. Когда писали, фильм в голове не рождался никакой. Да, на самом деле. Можно ли снять по этому произведению? Да, я очень хотел бы сделать это. Даже не фильм, а сериал. Это моя мечта по-настоящему. Потому что в моих произведениях очень много диалогов. И, собственно, я даже не держал в голове при написании, что это возможная сценировка. Это просто мечта, которую я хотел бы исполнить. Вряд ли такая тема тяжелая может заинтересовать кого-то. Но сейчас все равно, тем не менее, всякие бывают сериалы, всякие сюжеты. Да, у меня было бы очень это интересно. Я бы расширил даже, возможно, многие сюжетные линии ради этого и переработал. Даже вернулся. Интересно было бы работать вот так вот, ну, со сценаристами, с режиссерами. Ну, это совсем другой мир, насколько я знаю. Я, к сожалению, не участвовал в написании сценариев еще. Когда уезжаете в Москву? Да вот, буквально завтра. А, послезавтра. И какого числа состоится? Во вторник 15-го будет награждение вечером. Во вторник 15-го. Мы будем держать кулачки. Спасибо вам большое. Вся безымянка. Я так подозреваю, что будете держать кулачки. Ну вот, друзья, такие интересные персонажи, такие интересные писатели, такие непростые судьбы. И действительно, люди, которым, ну, не безразлична судьба сама, каких-то ее частей, какой-то ее истории. И если вдруг действительно вам захочется познакомиться поближе с произведением Андрея, на самом издате, либо на сайте, ищите информацию, скачивайте, оставляйте свои комментарии, отзывы для автора. Наверное, это действительно важно. Спасибо вам большое, Андрей. Спасибо вам огромное. Ну, а вам, друзья, хочется сказать, что, подводя итоги этого года, свои небольшие, литературные, очень хочется, что хотя бы несколько книг в вашем багаже в этом году было. А если нет, у вас все еще впереди. Читайте и просвещайтесь. Всего самого доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова